Если необходимо посмотреть конкретные части жизни, связанные с транспортной, с инженерной инфраструктурой, то, наверное, мы можем это сделать. На основании этих предложений выполнен был проект «Межевание». Были образованы земельные участки, которые будут принадлежать соответствующим объектам капитального строительства факта и по самому парку. И установлены зоны планируемого разрушения всех объектов, инженерной инфраструктуры, таксусной инфраструктуры, которые у нас планируются к строительству. Ну, вот и все. Остальные предложения. Спасибо. Можно вам вопрос? Подождите, пожалуйста. Вы представьтесь и когда можете задавать вопрос? Родина Жанна, Сайсульта, вы сказали, вы житель Петербурга. В Петербурге есть центральный рынок в городе? В Петербурге нет ни одного центрального рынка, который бы занимал доминирующим. Вот на Невском проспекте я ни одного центрального рынка не видела, вы по-моему извините. И на Вознесенском проспекте. У нас существует три основные улицы. Все вы знаете, да? Это Невский, Вознесенский, Горобковый. Ни на одном из них нет центрального рынка. Все рынки у нас находятся в отдалении. Пожалуйста, пускай я их вам ответить, вы потом зададите следующий вопрос. Я просила перебивать. Вы меня спросили по Петербургу. Я говорю, у нас есть Синой рынок, который находится на Синой площади в глубине квартала. У нас Синой площадь очистили от любой торговли. Она у нас сейчас абсолютно чистая. А Праксин двор сейчас реконструируется с переселением всей торговли. У нас есть, но это вещь, не овощная, пищевой рынок. Овощный рынок есть около метро Владимирской. Он тоже находится спрятанным, да? То есть он не занимает доминирующие положения. И вот наш центр, вы все знаете, это Дворцовая площадь, Невский проспект, где никаких рынков Владимирсенский, вот, не найдет. Настяный двор есть у вас. Подождите, мы давайте будем задавать вопросы, которые касаются проекта поднимутки территории. Пожалуйста, Виталий Алексеевич. Червик, Виталий Алексеевич, я прошу прощения, у кого я могу быть сейчас, ну, вы его устроили, мне просто нужно чуть пораньше выйти. Мероприятие сегодня важно. Вот вопрос первый. Ну, вы же, наверное, заходили в Северсенский. Да, конечно, да, там очень много. Вы представляете себе там сегодняшнюю ситуацию? Да, да, да. Мы там проводим суббой. У вас там, у вас там, у вас опыт достаточно большой. Во сколько вы оцениваете, я пока не беру верхнюю часть рынка, вот, ребята, во сколько могла бы стоить реконструкция Березонского обрада, ну, порядок цифр, вместе с продолжением улицы Рылеева, мостами этими, как вы считаете, со всеми тем, что вы предлагаете, сколько нужно будет потом вложить денег? Только Березонскому, в том числе. Хорошо, вот смотрите, если мы берем Березонский обрад, я сказал, что это территория объекта бетонного наследия, где запрещено любое капитальное строительство. То есть это будет просто организация, наберут тропинок, чтобы люди гуляли и чтобы было освещение. Воссоздание двух часовен, но мне вчера, я не знаю, были политировщики, сказали, ну, 30, ну, как-то там. Я не знаю, потому что смертные расчеты делаются в составе петербурга строительства проекта, то есть это следующие старки. Спасибо. Тогда вопрос, я по деньгам оставлю, потому что это вопрос очень серьезный, там еще находится и строение, люди живут, там обрад заполнен на треть, примерно живым строителям, которые имеются выкупать. Это не обрад, а в этой части. В этой части и в нижней части обрад. И в нижней части обрад имеются живые, вот здесь коттеджные строительства, здесь вот в нижней части тоже застройка. И на обрадной части уже построены несколько домов. Ну ладно, вот теперь смотрите, что получается. Вы вначале сказали, что надо вернуться к тому, что будет. Ну, прежде всего, раньше там был рынок. Логичнее было бы к нему вернуться. Второе. Когда вы предлагаете систему развязки по дорогам, у нас уже было. У нас уже улица Дзержинского была перекрытая. После того, как перекрыли проезд с Герцена на Марата, он был перекрыт. Это было недавно совсем сделано, на 50 лет назад он был перекрыт. И под это открыли улицу Дзержинского. Потому что иначе разгрузить транспортный патаж тогда было невозможно. У нас было кольцо. Уже было там кольцо. Где разворачивался общественный транспорт, который потом убрали. Я не понимаю, что нас возвращает обратно к идее кольца. Но мы там было. Его убрали. И также нам замечательно аргументировали, что его убирают от того, чтобы было лучше, меньше и так далее. Теперь мы его опять делаем. Мы делаем его на территории частного рынка. Вопрос, пожалуйста, Виталий. Вопрос заключается в следующем. Или предложение. Давайте так. Мы знаем историю, но мы получается дважды делаем одно и то же. Смотрите, если вы посмотрите улицу Дзержинского, вы видите, здесь оставлено коридором. Дальше будет архитектурно. Давайте отсечем теперь нижнюю часть, Березуевский аврак. Это памятник природы. Там ничего особенного. Это памятник природы. Охранная зона объекта федерального значения Каменный мост. Каменный мост. Теперь мы вернемся обратно. Смотрите, у нас получается, что если мы возьмем две верхние части, вы, как опытный проектирующий, должны понимать, что для парка там места практически нет. То есть это сквер. Ну вот сквер, зажатый с двух сторон улицами. В чем смысл? Понятно, что вы правильно сказали, что здание рынка и маленькое для лягающей территории – это просто огрызок, который отсекается сейчас улицей Дзержинского. И для того, чтобы он приобрел вид какого-то вменяемого сквера, нужно улицу каким-то образом освободить. Для того, чтобы он… Нижняя часть. Позволяет ли она реально сделать, реально сделать парк, ради которого стоит переносить коммуникации, создавать дополнительное кольцо, выкупать имущественные комплексы. Вот это территория. Смотрите, смотрите, какая ситуация. Вне зависимости от деления этого плана. Коммуникации перекладываются. То есть сейчас есть свой правиль, планировка и достойка городских и сельских населенных пунктов, где четко написано. При реконструкции автомобильных дорог все коммуникации из-под полотна дорог должны выноситься. Вот что, собственно говоря, то есть все эти коммуникации, они как бы не по поводу парка. То есть мы соединили парк и перенос коммуникаций, только их как бы разделить. С точки зрения того, что достаточно или недостаточно, опять же вернемся к Петербургу, у нас есть Исуповский парк рядом с Исуповским дворцом, он реально будет такой же по размеру. И там огромное количество Петербуржцев летом проводят время. То есть нет такого понятия, что парки должны быть огромные или парки должны быть неогромные. Парки – это то место, где есть зелень, где есть возможность отдохнуть и где есть возможность разместить объекты, вот эти вот эти движения молодежи. Что касается ценовой составляющей, сколько там будет и как это будет происходить с точки зрения имущества в правовых отношениях, это тоже будет несколько проблем. Нет, это вопрос не публично вслушанный сегодня. Мы сегодня еще раз повторяем, мы услуждаем проект планировки территории, а не задачи, которые будут... Последний вопрос перед тем, как я перейду к предложению. Значит, вопрос последний. Улица Ролеева продолжена до Каменного моста, даже без поворот на Каменный мост. Вы предполагаете, что там будет стоять светопор? Да. Светопор. Ну, опять же, я могу сказать, что организация движения, она разрабатывается в схеме организации движения с участием ГБДД. То есть, светопор там, конечно, нет. Понятно. Значит, давайте сказать так. Вот смотрите, вот светопор там будет, следовательно, машины, которые будут ехать через Каменный мост при загорании красного света, будут останавливаться на Каменном мосту, так? Ну, на самом деле, вот опять же, вернемся к Петербургу, да, правые повороты, они могут идти по отдельной полосе, и все. То есть, вот это может быть запрет, поворот, да. У меня больше нет вопросов. Я говорю. Деталия Алексеевичу, вы назваете мне ответить на этот вопрос? Проект планировки сейчас не определяет установку светопор. Это будет определяться на стадии архитектурного проектирования. Примечательно. Поэтому, может быть, там светопор не будет, может, там будет что-то другое. Давайте обсуждать проектов и уроки, а не установки сюда. Тогда давайте так. Я выскажу свое предложение, и на этом скажу вам. Значит, первое. Я считаю, прошу внести этот протокол, потому что я считаю, что данный проект абсолютно не соответствует инфраструктуре городской. Он влечет за собой достаточно серьезные материальные затраты, достаточно серьезные и пока не просчитанные риски, связанные с транспортным движением. На мой взгляд, учитывая тот опыт, который я имею, это создать коллапс в этом районе, как в районе Каменного моста, так и в районе самого, самой территории бывшего рынка. Я ее продолжаю, что это территория рынка. И в данном случае проект требует радикального пересмотра и переделки. В связи с тем, что не решены основополагающие вопросы. Первое. Транспорт, парковки. Не решены. Та парковка, на которую нам указывали, она сейчас, если она пускает. От нее идти с детьми, через две дороги идти с детьми в детский центр небезопасно. Парковка должна находиться непосредственно рядом с детским учреждением. И так далее. Нет, смотрите. Давайте, 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 я вам скажу себе это предложение. Я предлагаю отказаться от этого проекта планировки. Я предлагаю вернуться к рассмотрению вопроса о сохранении исторического рынка на этом месте, который существует 250 лет, и соответствующими, понятными, архитектурными и планировочными решениями и прочими делами. И на этом закончить эту тему, и это приведет к меньшим затратам, это сохранит традицию городскую, и это избавит нас от необходимости радикальных перелопачиваний центра города, которые и так уже у нас перегружены, и так... Виталий Алексеевич, мы вас услышали, рекламу, пожалуйста, соблюдайте. Вы слышали свое мнение, давайте выслушаем мнение еще, наверное, других людей. Пожалуйста. Да, пожалуйста, представьтесь. Пожалуйста. Пожаткин Игорь Леонидович, бывший индивидуальный предприниматель. Значит, мы подавали свои предложения в управление архитектурой, и, собственно говоря, у нас именно больше вопросов к управлению архитектуры. К самому проектировщику у нас... Ну, есть вопросы, но они имеют вторичное значение. Проектировщик как мог осваивал заказ, который он должен был исполнить. Значит, я в своем лице и представляю группу индивидуальную... Представляю инициативную группу Калужан, которая предлагает учесть мнение большинства жителей города Калуги, не согласных с ликвидацией Калужского центрального рынка. Ну, так как городские власти принимали данное решение без широкого общественного обсуждения. Ну, конечно, тут можно сослаться на заседание общественной палаты, но в 2013 году, которое произошло, он напомнил, что губернатора Калужского... Пожалуйста, предложение по проекту... Нет, я немножко объясню, просто чтобы все понимали, с чего наше предложение вытирает. Оно не голословно. Итак, губернатор нашей области сказал, что последнее слово останется за Калужанами в судьбе рынка. Ну, вот с 2013 года прошло 4 года. Вы знаете, я лично, и вот мои знакомые никто так не обсуждали. В нашем распоряжении единственное есть опросы, проводимые независимой газетой Калужский перекресток, и, в общем-то, они дают довольно интересные результаты. Я не буду их полностью оглашать. Единственное, значит, за то, чтобы в здании бывшего крытого рынка разместить культурно-досуговый центр 23%, а за то, чтобы сохранить торговлю 66%. Я понимаю, что этот опрос может быть не является репрезентативным, но в отсутствие официальных исследований, он, в общем-то, дает толще, наверное, представления. Ну, не следует, наверное, забывать, как уже здесь было сказано, и об экономическом аспекте. В отличие от парка, требующего больших финансовых положений, я понимаю, что это будет выделять область, но, тем не менее, это тоже наши деньги, это деньги налогоплодельщиков. В общем-то, поэтому их тоже...